И со мной два, я даже не знаю, как назвать гостями. Демоны. Демоны. Два гостя, просто лучше два гостя. Гости, гости, вы же ведущие. Да, вы же хозяева. Вы же хозяева. И со мной два хозяева. Я приветствую наших зрителей. Сегодня понедельник, это значит, подошло время очередного выпуска программы «Доживём до понедельника». Как обычно, в студии Григорий Гельфер, Евгений Гендин и меня зовут Елена Кальянова. Мы рады вас приветствовать. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Дожили до понедельника. Дожили до понедельника. И до появления Кальяновой опять. Да, появилась. У нас есть телефон? У нас есть телефон 370-3101. Сегодня работает на протяжении эфира. Ждём ваших звонков, комментариев, участия. И, в общем-то, позитивных оценок программы. И вернулась из небольшого отпуска подсвежевшая наша няшечка, наша бусинка. Вы что-то не говорите, что фейсбук работает. Наш профессиональчик. А, у нас помимо бусинки есть ещё фейсбусинка. Да, работает. Пишите нам всё. Кальяновой мы отдали дань должное Колым. Спасибо. Фейсбук работает, как всегда. Может, телефон не работает, а фейсбук всегда будет работать. Да, пишите вопросы в прямом эфире, задавайте. Всё, мы ответим. Отдохнувшая, посвежевшая Кальянова ответит в первую очередь. Вот уже прямо, ну, сколько раз уже прямо. Начинаем. Начать, ну, всё равно я хочу с такой достаточно серьёзной темы. Потому что мы говорим... С Кальянова? Нет, с Кальянова это... Уже на тебя. Такая трогательная, весёлая, любимая. Кому надо, тому трогательная. Вот. Я хочу всё-таки начать с темы достаточно серьёзной, потому что, ну, нам кажется, что всё сосредоточено здесь. А на самом деле, ну, Украина это, ну, просто точка. А мир это такое многоточие, и там такое происходит, что сложно. И когда мы говорим, доживём до понедельника, то мы понимаем, что есть угрозы. Ну, в частности, на прошлой неделе Путин выступил с таким плутониевым, как бы, ультиматумом. Сказал, что если Соединённые Штаты... Ты была там, кстати, недавно, да? Может, она не хочет, чтобы знали? Да не отвлекайтесь на неё, продолжайте. Да, что Соединённые Штаты должны отменить закон Магнитского, отменить санкции, значит, убрать... Компенсировать. Да, а потом ещё компенсировать и потери от санкций, и потери от антисанкций, сократить своё присутствие вооружённой в Европе. А иначе Россия, значит, выходит из договора о, значит, оружейном плутонии. И, в общем-то, по сути дела, ну, с Америкой давно никто не разговаривал. Вообще так никто не разговаривал, кроме Англии. Не, я думаю, услышали, и всё равно Россия ядерная держава, и с этим надо считаться. И уже генералы с разных сторон начинают рассказывать, как они победят противника. То есть, на самом деле, ситуация, ну, достаточно такая, ну, говоря геополитическим языком, стрёмная. То есть, и, в общем-то, ну, хорошего мало, потому что, действительно, там, блефует Путин, он повышает ставки. Понятно, что России сейчас в этой санкционной петле тяжело, но у России есть, в общем-то. А вдруг он всерьёз? Ну, не дай, конечно, Бог. Ну, на самом деле, то есть, и риторика просто уже, вот, политическая и лидеров стран, она, ну, уже такая, ну, скажем, Оланд, Путин сказал, я поеду во Францию, мы поговорим с Оландом, там, о том, о всём, о мире, о дружбе. А Оланд сказал, я не знаю, буду ли я с ним разговаривать, и имеет ли это смысл. То есть, это говорит о том, что, на самом деле, ну, ситуация, она усугубляется. И в Питере уже объявили, что нормы хлеба на военное время 300 грамм. А нормы Плутония? То есть, по сколько Плутония будет? Или Полония, чем у них в жизни, чем помимо Плутония, Полония? То есть, короче, ну, дыхание мировой истории с таким душком. Ну, эта же ситуация всё равно, она необратима. Условно говоря, если в подъезде, допустим, сосед алкоголик или прочее, всё равно нельзя уже, как бы, прогибать. Есть всё равно реальные цифры военных бюджетов. Есть оснащение, понятно, что он может шарахнуть, он может плеснуть в лицо там серной кислотой и так далее. Надо просто ментальность поменять. Он может подпалить подъезд. И какие-то, возможно, там, да, превентивные. Но алкоголик-сосед один, а всё-таки нормальных соседей много. Просто не все понимают вот эту опасность, что там... Ну, просто это такой вид войны, в которой победитель это быть не может. Не будет ядерной войны. Ну, сейчас идёт просто шантаж, угроза, нагнетание войнонервов. Ну, и выборы, и выборы. Да, это же сейчас связано с выборами штатовских. Это, возможно, изменится, да, с появлением нового президента в Америке. Ну, кстати, сейчас очень интересно наблюдать за ходом президентской кампании в Соединённых Штатах. Два раунда дебатов уже прошли. Сегодня ночью, нашей ночью, был второй раунд. Ты не вживую смотрела? Я смотрела, я смотрела сегодня ночью полностью, и первые дебаты довелось посмотреть там. Ну, ты ночью проводила, конечно. Ну, и очень интересно, очень интересное телевизионное шоу. Я хотела сказать о том, что очень жаль, что в нашей стране нет подобного формата. Очень давно он существует. Трампов маловато. Трампов маловато, да, кандидаты неординарные. К сожалению, не самый лучший выбор у жителей Америки в этот раз. Не самый идеальный. Ну, из двух пенсионеров. Они как мы, они будут выбирать худшее из лучшего. Это эйджизм, что ли. Не, ну я поскольку... Я чуть не сказал, дай бог тебе выглядеть, как Хиллари. Ну, второй раз уже вот сейчас известны практически уже точные цифры. Второй раз Хиллари сделала его, Трампа, то есть... По очкам. По очкам, по процентам. В этот раз меньше разрыв, чем в первый раз. Вроде бы как больше он подготовился. Он ее не хватал ни за что. Он выглядел, конечно... Он извинялся, он все время извинялся. Ну, разрыв был, да? Извинялся и хватал. Ну, вот как-то меня не убедили его. Извинения в Америке это очень важно. Вот это все, сексизм, эти все заявления там. Вы слышали все, да, уже, что Де Ниро его свиньей обозвал. Да, он ему по морде обещал. Чуть ли не по морде, да. Это же Де Ниро ему или Трамп Де Нире. Нет, Де Ниро сказал, что... Или Трамп Де Нире. Да. А Трамп ответил Де Нире. Да. Нет, ну, Де Ниро сказал, что Трамп говорит, что надо людей там бить по лицу. Он сказал, что я с удовольствием дам ему в морду. А Трамп сказал, приходи в мою башню. Да, конечно, им тогда не до России. У них такие разборки между собой. Это еще Шварценеггер не вмешался. Башня у него нехилая такая, в общем-то, то можно и прийти. Но уже не хотят голосовать за многие представители республиканской партии, уже отказываются голосовать. Шварценеггер в том числе заявили, якобы сейчас у них проходит съезд, должен проходить, на котором они должны Трампа уговаривать уйти добровольно. Я думаю, что значительная часть русской диаспоры, вот этот русскоязычный, в числе Украина, там же на 80% ватные, они увезли совок с собой. Они тоже были опорой всегда. Они хоть и не белые, как там называется, в аспыта, да, там белые, там протестанты и так далее, но это тоже такой ядерный электорат, ватные достаточно. В данной ситуации они могут за республиканцев. Но это, вы говорите, вы оперировали терминами политика, политики. Вы что, там юмора сегодня было много. На бровь Хиллари Клинтон села муха во время дебатов. И прямо вот ее сфотографировали, уже там много в интернете о ней говорят, уже это отдельный персонаж. И многие говорят, что мы за муху будем вообще. И они, небось, шутили американские стендап-комики. Хиллари была под мухой. И под ложный смех. Там есть уже муха Клинтон, да, такой персонаж. Вы оперируете словами выборы, выбор политики. У нас, ну, тоже достаточно уныло, не уныло, депрессивно. Ну, вот КМИС, да, провел большой такой широко захватный, скажем так, опрос, если бы выборы в конце сентября в Раду были. КМИС, да, Верховная, да, Верховная. Ну, не Горсовет, а Украина, страна такая, в которой мы живем, которая будет самой богатой и лучшей в мире. Вот. И если бы выборы были в конце сентября, в принципе, все конторы эти социологические, там, ну, они разные. Они разные. КМИС считается наиболее, они входят же в этот международный пол и так далее. Хотя там некоторые цифры. Но тут даже дело не в том, кто сколько набрал. И даже не кто, а вот не сколько, а кто вот набрал. То есть там же проходят, короче говоря, 7 партий. По вот если в конце сентября выборы. Но цифра такая, я не буду все называть. Вот есть же от всех вообще, не от тех, кто придет, а вообще от всего населения. Первое место у них там заняла Батькивщина, но цифра это от всех 6,3. Это вообще как бы лидер такой вот. БПП 5,9, Апоблок 5,3 и так далее. Но проходят же те, кто проценты считаются тех, кто приходит голосовать. Голосовать собираются, если бы были такие выборы, 40%. Всего-навсего 40%. И если бы не эти пришли, 40% были бы такие результаты. 15,4 Батькивщина, 14,5 БПП, 13,1 Апоблок, 10,3 Самопомич, 9,5 Ляшко, 6,5 Полковник Гриценко и 5,3 Десятых за жизнь. Якобы, что вызывает у меня сомнение. Это Рабинович? Да, это вот этот Янукович. Ну, Янукович только еврей, который. Рабинович и Мураев. Ну, у них же свой канал, Юсван, они активно сейчас. Ну, там, Рабинович харизматичные слюни, а Мураев такой железный ботон, такой вот опасная штука. Свобода курит 3,9, укроп 3,5, ну и такое все. Но тут же важна динамика. Динамика, там брались 4 цифры. Выборы 2014 года, через год, сентябрь 2015, март нашего года 2016, то есть полгода назад и вот сейчас. И вот у меня нет инфографики, но коротко вот эту вот динамику. То есть вот с 2014 по нынешней БПП 21,7, 20, 11,5, пике такое. Ну, это естественно вообще для правящей, как Барти, и 14,5 сейчас, чуть-чуть из пике вышли. Юля, да, первая, Батьковщина, там 5,7 было на выборах в 2014, и потом такой взлет через год 18,8, 18,6 и сейчас 15,4. Чуть синусоида такая нервная, как Юля. В принципе, Ляшко, 7,5, 7,5, 11, 9,6, тоже его штырит. Там, опоблок, 9,5, 11, 13,2 и 13,1. То есть ребята медленно растут. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Кстати, рейтинг Гриценко растет. Три, четыре, пять, шесть сейчас. Раз, два, три. Свобода ее, укроп чуть вырос, хотя я не понимаю еще. Самое впечатление, меня больше всего впечатлил Народный фронт. От 22,1. А укроп подрос, да? От 22,1. Его поливают, он и растет. От 22,1 до единицы. Это впечатляюще. Вообще, когда я голосовал в 2014 году за Народный фронт, я за него голосовал как за меньшее зло, но я не ожидал, что оно кажется настолько меньшим. Но не это главное, что я хочу сказать в заключении. Главное достаточно, но не сенсационные, но горькие результаты. И тут я согласен с Леонидом Швецун, журналистом хорошим и блогером. Смотрите, что мы имеем. 60% на данный момент не хотят, не будут, не видят, ни за кого голосовать. Понятно, будут выборы, потянется Старая Гвардия, закаленная, еще и прикупленная. Но реально, вот посмотрите, не хочется унынием этим сыпать, но вот этих вот молодых, красивых, новых, умных нет на горизонте. То есть, по сути, я согласен, политики как таковой и политика нету. Нет, вот, что я хотел сказать, набор партии этот сумасшедший. Идеологических, да, именные проекты. То есть, старые, они топчутся вот в этих проходных делах, а молодых, я бы не сказал, потому что их не пускают, старые, потому что все проекты, демократический альянс, там, там, какой-то, там, села народа Саакашвили, но это все тоже, ну, очень быстро зашкваривается. Вот партия среднего бизнеса, например, да, у нас, пусть это не очень широкий слой, но средний бизнес, средний класс. Ну, ставили на самопомощь, но тоже сейчас она не отрашивает. И вот смотришь, вроде знаешь, БПП, как устроено. А что, Саакашвили нет, уточни, нет в этом. А у него же нету проекта. Ну, там же была дружба. И знаешь, БПП, понимаешь, из чего это слеплено, из каких пахучих пазлов это слеплено. Ну, смотришь, кто, может, подпирает БПП домой, и становишься таким консерватором. Да ну нафиг, это не смысл агитировать. Ну, короче, ты пойдешь голосовать или нет? Я голосовать в любом случае пойду. Но ситуация, я бы сказал, что она, это тяжелая политическая болезнь. Не неизлечимая, но действительно, вот в этом, не в этих цифрах, а вот, ну, власть, в общем-то, на полу некому поднять. Все невкусное очень. Мне кажется, что это просто объективные процессы, и в каждой стране такое бывает, и на самом деле ничего в этом трагического нет. Ну, почему-то, ну, тут есть все понятно. Если вы про ядерную войну говорили, я своей трагедии подпал. Нет, я просто хочу сказать, что, а вот, например, мне попался рейтинг, ну, потенциальных кандидатов в президенты, вот там Порошенко 9,8, это для него готовили этот рейтинг, Юля 9,3, Бойко 6,1, и вот появился, ну, человек, который, как бы, 5... Смартсмейгер? Нет, нет, 5,6% президентский рейтинг. Светослава Корчук, то есть, который сказал-то, ребята, что вы, это самое, меня тут... Ну, только уточни, он все никуда не идет. Он сказал, да, не ищите, там, черную кошку в темной комнате. Он сказал, все будет доброе. Да, он много чего сказал, ну, как бы, Грынев, это их, там, главный политтехнолог, да, там, БПП говорит, вот он не системный, это ж как-то не... Вот Юля, она системная, да, там, Мюферцинка системная, а этот не системный. И у него, говорит, там, потенциальное вот это вот поле, электоральное поле, 18%. Вот по поводу этого поля я хочу сказать, значит, что Верховная Рада провалила, ну, не провалила, а отложила, значит, решили... Провалилась. Да, вот продлила мораторий на продажу сельскохозяйственных земель по поводу поля. То есть, и я читаю, вот, ну, такое. Не давая миллионам украинцам возможности распоряжаться землей, вы культивируете в них чувство безответственности, которая и так глубоко укрепилась в обществе. Пишет Святослав Вакарчук. То есть, я прочел его статью по поводу подземельной реформы. Очень вменяемая статья. И он там, кстати, пишет, что вот могут упрекнуть, ну, чем ты там, типа, занимаешься, это же не твоя профессия. Я говорю, и это правда, да, я кандидат физико-математических наук, и можете мне поверить, что задачи, которые я решал, реально, они на порядок сложнее, чем вот эта вот задача землей, которую, ну, уже там с 2001 года вот все откладывают и откладывают. Инвестиций нету. Те аграрные магнаты, которые пользуются, в общем-то, бесправным положением хозяев земли, они за копейки, так сказать, скупают. Люди не могут... Долбаные латифундисты. Да. Люди не могут не взять кредит под эту землю. Ну, в общем, короче говоря... Поля стоят непаханными. Да, люди не кормлены с линией. Корова не доят. Да, не доят. Женщины... Короче говоря, и я вот понял, что вот, что бы там Вакарчук ни говорил, ну, вот это его первое появление на, так сказать, по сути дела, политическом поле, оно очень вменяемое. Я тоже считаю, что на самом деле это реально... Я, ну, не такой близкий к земле, как бы, сельскохозяйственный человек, но я понимаю, тут это очень... Это реальное торможение, так сказать, реформ, процессов и отсутствие движения туда денег. Телезрители пишут и тебя упоминают. Но вот первый пишет, тебя не упомянули. Банксим Белоножко пишет. «Джаз на Днепре подхватили городские маршрутки. Их скрипично-тормозная группа на светофорах пугает пешеходов. Пора обратить внимание на тормозные колодки 118 маршруток». В принципе... Это точно я поддерживаю. Это ужасно. Это как воздушная тревожа. Он начинает решить этот вопрос с тормозными колодками. Каким образом я? Ты вот сказала это точно. И второй, ты знаешь, что такое Иван Лагутин пишет? Я поддерживаю. «У вас очень красивый загар, Елена. Где загорали?» Ты будешь отвечать Ивану Лагутину? «Загар даже не загорала». «Соситы». «Где-то, где солнце». «Солнце везде». «Не нашлась прямом ответе сказать, где загорали». «Солнце везде разное, к сожалению». Ты бы сказала, что везде загорел. А я говорю, где-то, везде. Поехали дальше. Я хочу сказать о Вакарчуке. Радую то, что если вдруг так случится, что Вакарчук все-таки когда-нибудь станет кандидатом в президенты или, возможно, президентом, то у нас есть шанс говорить с ним на одном языке. На украинском, красивом, правильном, литературном языке. Потому что сейчас Министерство образования практически требует от учебных заведений использовать в работе и общении украинский язык. Делать это постепенно. Сначала как рекомендацию популяризовать среди студентов, но рекомендуют это делать настоятельно. И что меня радует, вот в этом листе, который якобы получили уже или пока только пытаются получить. В этом письме. В этом письме, да. Вот рекомендуют советоваться с родителями, учениками, коллективами проводить соответствующие опросы. Нужно ли это делать, как это быстро нужно делать. Мне этот процесс нравится. Я считаю, что украинский язык таким образом вот плавно, безболезненно победит в Украине. И мы доживем до понедельника, в который мы будем вести... И мы будем говорить, да. Мы не получаем за это деньги, поэтому у нас это язык общения. Нет, нет, это не говорит о том, что русский язык должен пропасть. Ты разозлила Ивана Лыгутина, и он от твоего загара перешел к политике. Это он на меня, так понял, наехал. Голосовал за Народный фронт, это у меня цитируется. А он скатился с 22 до 1%. Это человек не без интеллекта. Что же тогда говорить о широких массах, как они голосуют, как они делают, и на кого теперь пеняет на зеркало. Я считаю, что в этом, об этом же мы говорили, не в Народном фронте дела, подставьте на место Батьковщина, там, там, БПП и так далее. В этом же вопрос, что не надо... Или я должен был... А, вот здесь, может, это Юлин сторонник, или Опа Блока. Пусть они все исчезнут. Это как казино, понимаете? О стране говорили... Можешь выиграть, а больше не выиграть. О Плутонии, да, вот... Вот есть люди, у них есть две идеологии, они вот там между собой как-то каждый раз соперничают, а у нас... А в туалетах ты не говорила еще? У кого две идеологии? Нет, еще не говорила. О Плутонии, вот, и... Ну, да, потому что ты же собиралась, не знаю, вот. А я хотел этого довязать. Вот страна, в которой, значит, вопрос устро... Есть такая вот... Ладно, Россия, да? Вот там, кроме Плутонии, есть беда еще побольше. Это Чечня, это Кадыров. Все вы слышали об этом битве в Грозном, да? Коротко сейчас бойцы... Турнир по смешанным единоборствам прошел. Вообще-то, ну, такое пока у нас... Турнир-то у нас представить можно. Ахмат-2016. Ой, это детские, да? Помимо обычных бойцов, там участвовали дети. Ну, то есть, совсем дети. Вот можно видео посмотреть? Не совсем дети, а дети Кадыров. Там 12-13 лет, там, детские... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 10-летний Ахмат, 9-летний Зелимхан Эли, 8-летний Адам. Все, само собой, победили. Ахмат, этот нокаут на 14 секунде, но он еще при этом, когда вот гляделки эти, он успел ударить еще соперника. Это вообще такое вот западло. И это вызвало шок. Даже вот в этой православно-скрепно-чеченской вот этой России, и даже член Единой России Федора Емельяненко, президент Ассоциации этих смешанных единоборств, никогда не думал, что я буду каким-то образом на его стороне. Он тоже был в шоке, потому что там правила до 21 года, только в шлеме, а до 12 лет дети не то что драться, они не могут даже быть зрителями на таких соревнованиях. И он это высказал. И началась травля. И вот там у них любимое слово «петух». Начиная от борцов этих чеченских, заканчивая президентом бойцовского клуба, и депутат Госдумы Дилимханов сказал, что там, кто ты такой. Ну, он петухом и называл, но я своих племянников не позволю там оскорблять, Аллаху Акбар и так далее. Ну, в итоге там Кадыров типа в конце миролюбиво пожурил всех, все тут же поудаляли. Эти ответы сказал, что русский богатырь немножко ошибся, он понял свою ошибку и вот, и так далее, и во имя единства. Но тут же суть не в этом. Суть, на самом деле, простодушно, судья этих боев Агоп Торчан сказал, что это был, я не буду цитировать, времени нету, я своими словами скажу, что для вас это был нокаут, там дети реально лупасили друг друга просто конкретно. Это был розыгрыш, чтобы долго репетировать, чтобы они падали, а потом ребенка отвели, помощь не понадобилась. Это инсценировочка. Так реалистично получилось, что некоторые поверили. Вот один российский журналист написал, мне понравилось, сбой маленького Ахмада на турнире имени Ахмада в Грозном, инсценировочка, его победа и награда, инсценировочка, выиграть в Печне у сына Кадырова могли бы разве что дочери Путина. И то при условии, что Грозный был бы уже окружен тяжелой бронетехникой. Слова, уполномоченные при президенте России по правам ребенка, здоровье и безопасность детей, прежде всего, надо разобраться, инсценировочка, она поручила это уполномоченному чеченскому, тоже инсценировочка. Сама Чечня в составе России дорогая инсценировочка, там уже давно плевать на законы России, да и вообще на законы выборов, Госдума, то есть все, действительно, Сирия инсценировочка, вопли шахтеров и трактористов Донбасса, в смысле ДНР и ЛНР, желание там типа... То есть вот эта вот гигантская вот эта инсценировочка, вот этот симулякор, вот это то, действительно, это то, что отличает вот такого уходящей империи. Вопрос, как долго они будут уходить. Но пишет, что вот этот полет, этот и встреча с Землей, как бы расставят все по местам. Но вопрос, когда произойдет эта встреча? Ты хотела что-то сказать? Мы будем от них уезжать на красивых новых вагонах Укрзалезных. Готовим. Я просто проанонсирую, мне очень понравилось. Это пока что анонс, но если он станет правдой, у меня сегодня позитивные такие сообщения, если это станет правдой, это будет замечательно, потому что в столице уже презентовали люксовый поезд с туалетами прямо в купе. Очень красиво, достойно все выглядит. Но вот ремонтируют вагоны, уберут из них ковровые дорожки из коридоров, вот эти ужасные, которые там скатываются. Будут места-трансформеры, будут сидячие купе, которые будут превращаться в лежачие места по ночам. В общем, в этих поездах жить и жить. Станет, да, станет лучше, возможно. Но вот наши зрители, читатели, поклонники. И укрзалезные тем же говорят, что пессимитируют по этому вопросу. Я хотел сказать, что это да, вот можно от них уехать, а можно от них вот как-то защититься. И вот Верховная Рада, которой я интересуюсь, чего же она не делает? Она не приняла еще два закона. Да ты горсоветом своим интересуйся. У нас сейчас пока была пауза, поинтересовался Верховной Радой, чтобы синхронизировать. Во-первых, был как бы, ну, не поддержанный, как-то так спущен на тормозах закон, о безвизовом сообщении между Россией и Украиной. Там, в общем-то, была такая идея. И Парубей сказал, что мы голоса найдем. А Клинкин сказал, тут надо еще думать сильно, потому что... Как эти депутаты разговорят? Голоса найдем? Ну, найдем голоса, Клинкин сказал, что надо сильно думать, потому что... Хиллари Клинкин. Это же, да. Смешно. Лига Смеха сколько? Да, Лига Смеха 11-12 октября. Там будут шутки лучше. Подожди, у тебя будет 20 секунд. Короче, есть 4,1 миллиона украинцев, которые ежегодно едут в Россию и вот перечислили только за эти полгода, что прошли там 1,2 миллиарда долларов. Так что, на самом деле, там темы очень болезненные, поэтому, ну, как бы рубить с плеча не хочется. Если Россия ответит так же, то, в общем-то, ну, будут сложности у многих семей и людей, которые не Клинкин, которые не Верховная Радя, я просто, вот, да. И второй, вот, был достаточно забавный такой закон, который тоже там был отвергнут. Это предложение вот нашего знакомого, хорошего, да, Николая Леонидовича Книжицкого о том, что теперь все вот исполнители из России, которые, ну, я имею в виду не спортсмены, а вот кто поет там, значит, или что-то там играет. Звезды. Да, звезды. Что они должны, значит, ну, публично вот говорить о том, что Путину... Оно. Оно, да, что Крым украинский. И вообще, ну, вот только после этого их будут... Ну, там, правда, это не касается тех, кто... Там кровью не надо, нигде это крестит. Не-не-не, ну, это не касается тех, кто уже там, ну, как бы, ну, типа Макаревич, там, Шендерович, там, я не знаю, Быков, да. Просто Ич надо к концу добавить. Короче, уже, ну, на мой взгляд, это немножко, ну, такой, как бы, подход очень, ну, мягко говоря, странный, да, там, Моцарт, он же жатечество не выбирает, а просто вот играет и играет. Поэтому я, честно говоря, думаю, что... Я понимаю, что какие-то такие, ну, совсем уже обозначившиеся люди, типа Кобзон, там, сотоварищи, их не надо, а заставлять людей, там, кровью писать, что Путин. Мне кажется, это тоже излишне. С другой стороны, есть и такое мнение, что затягивать вот этот, как бы, процесс, это будет долго, вот, вот, это все равно часть пуповины вот этого мира. Это дурно вкусе, на самом деле, хотя заставлять вкусом никто не может. Но я встречал такое предложение, хорошее, на мой взгляд, что просто не надо, чтобы никто ничего подписывал. Надо, чтобы они просто часть организатора этих концертов, или сами они, часть отправляли на АТО, отстегивали, там, или на вооружение украинской армии, тогда вопрос этот сам собой снимется. То есть, условно говоря, Наташа Королева, да, 20% гонорара... У нас три минуты остается, можно я быстренько, вот, мне хочется похвалить нашу городскую власть. У нас во многих дворах... Ты имеешь в виду Днепра власть, город от Днепра. Да, да, город от Днепра. Гонолу. ...заасфальтировали внутренние дороги. Очень хвалят люди. Фейсбук просто, вот, я не знаю, может, мне просто попадаются такие сообщения. Может, они в Фейсбуке, их только... Нет, я видела лично. Я видела лично, но тротуары на Космической по-прежнему не сделаны. И в районе улицы Минина тоже есть проблемы. На Плеханово я иногда спотыкаюсь, улице Князь Владимира. У тебя же Мендаля Шнеерсона называется. Ну, да. Очень многие улицы говорят вообще фейрбовое дело. Сказали, пока не научитесь называть улицу Шнеерсона, вот такая у вас и будет улица. А пока Минина, значит, вот и не будем ремонтировать. Поэтому все-таки, ну, вот, хорошее оно происходит. Я вот Иван Логутин и отвечу. Да, Юлин сторонник, он мне пишет, он вызвать его принял такое на драйве. С 2002 года я не стыжусь. Я не призываю вас стыдиться. А как и за кого предлагаете голосовать вы? Вообще не голосовать. Это вообще рейтинг. Я сказал, что обязательно голосовать. Но я же обозначил проблему. Не стыдитесь, пожалуй. И никто у вас в этом же проблемах-то был. Про город хочу сказать. Лысенко всех в 421 кабинет приглашает до 1 ноября перенести проблемы по домам, оформлять заявки на включение в титул. И всем будет хорошо. А не случится такое, что Лысенко пригласит всех, кому нужно, закроет в кабинете, заберет включение в титул. Нет, у него кабинета не хватит. У нас заканчивается, да, проблема? Да, у нас время заканчивается. Ну, ты же будешь торговать эфирным временем, я так понимаю. В смысле, на Лигу приглашу? Ну, ты же будешь, да, ты же будешь... Это социальное, нормальное мероприятие. Ну, сразу оправдывается. Я не оправдываюсь, я давно тебя не видел. Где ты была, где ты загорела, у тебя прекрасно. Да, 11-12 октября, вот завтра, действительно, это классное мероприятие, за которое не стыдно, оно такое мейнстримное, оно достаточно попсовое, но смешное, есть экспериментальные очень команды. Лига смеха, Днепровская Лига смеха, полуфинал, Национальный аэрокосмический центр, в 18 часов вторник и среда. Завтра, послезавтра. Там реально, я как редактор говорю, будут очень некоторые смешные моменты. Все слабое мы вырезаем, все сильное мы добавляем. Поэтому приходите. А следующую передачу обязательно буду говорить только о Днепре и только о культуре. Надоело, все. Супер, ты как бы готовился. Я тебя обманула, я сказала меньше на 30 секунд, но ты 30 секунд положишь. Ну, и сегодня, конечно, 20 минут ушло на Кальянову, и 10 минут, а она будет нам должна. Конечно, ну, ты 30 секунд, в общем-то, сэкономил, поэтому надеемся, вот, о погоде в конце, надеемся, что будет прекрасная, красивая наша осень, любимая, солнечная. И, кстати, про холодную зиму оказалось фейк, и фейк, и гидрометцентр, а ему ж можно верить, в конце концов, я не знаю, чей он. Нет, там был народный синоптик, вот этот, который 32 года зиму не видел. А какого народа? Нашего. Это был сурок или сурок. Нет, сказали, что будет нормальная, не холодная зима, поэтому... Поэтому с газом можно не запасать. Вот гидрометцентр рассказал, не понтуйтесь. Не понтуйтесь. Мы живем до понедельника, спасибо за внимание, оставайтесь на 9-м канале, ждем вас в следующей программе. До свидания. Пока. Всего доброго. Я... И со мной два... Я даже не знаю, как назвать гостей. Демоны. 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 Просто лучше два гостя. Гости. 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 Вы же ведущие. Вы же хозяева. Вы же хозяева. Со мной два хозяева. Так. chlorожен. Но в этом году, я не знаю. Я изб....